Всем привет! Меня зовут Михаил Ленивцев, а это финансовая детская неожиданность. Проект, который мы делаем вместе с Министерством финансов края. Здесь мы учимся жить в мире, где вокруг деньги, проценты и прочие ипотеки. Сегодня узнаем, что такое рассрочка и зачем она покупателям и продавцам. Только сначала спросим юных финансистов, а это вообще что? Что же довольно близко. Давайте сначала разберемся с разницей между кредитом и рассрочкой, а потом поговорим о модных нынче картах рассрочки. Рассрочка – это такой способ покупки, о котором можно договориться в магазине и ничего потом не переплачивать. Вот ее главное отличие от кредита. Рассрочка почти всегда беспроцентная, хотя на самом деле процент там есть, но от нас он скрыт. Это уже дела продавца и банка. Рассрочку можно быстро оформить за 15-20 минут и с одним паспортом. И чаще всего кредитная история не важна. Наконец, рассрочка редко бывает длиннее одного-двух лет, а кредиты бывают долгие – и 5, и 10, и 25. Но в последнее время банки широко рекламируют карты рассрочки, по которым можно купить любые товары. Почти как кредитка, но без процентов. Купили товар за 12 тысяч на 12 месяцев и платите себе по тысяче. Нам-то удобно. Товар есть, деньги потом, переплаты нет. Но как это работает? Когда мы решаем взять, например, ноутбук, банк дает кредит и сразу перечисляет деньги магазину. Ну а магазин нам соответственно товар. А клиент постепенно возвращает банку занятую сумму. Это если грубо, потому что у всех разные условия – лимиты, беспроцентные периоды, списки магазинов, партнеров и прочее. Но есть ли подвох? Да, но очевидный. Если есть график платежей, то есть штрафы за его нарушения. Если не успеть внести платеж вовремя, то карта рассрочки превращается в кредитку, иногда с огромными процентами. Второй подвох – часть скрытых процентов по карте платит магазин. Обычно это выгодно. У магазина растут оборот и продажи. Но иногда продавцы говорят – в рассрочку-то платите, но скидок и акций вам не будет, потому что иначе мы вообще без прибыли останемся. Итак, вот вы решили открыть карту рассрочки. На что смотрим? Первая – стандартная проверка банка, который ее выпустил. Отчеты центра банка, отзывы о продукте, данные аналитиков. Второе – условия самой карты. Вот что стоит уточнить. Во всех ли магазинах работает карта? Можно ли снимать наличные в банкомате? Сколько стоит обслуживание, если допуслуги вроде платных СМС? Наконец, какой штраф и процент вас ждет, если пропустите платеж? Если все в порядке, то обычно хватает заявки на сайте банка и паспортных данных. Но не забывайте, что карту вам могут и не дать. Это все равно кредитный продукт, и банки заранее оценивают заемщиков. Так когда с такой картой удобнее? Когда у банка много магазинов-партнеров с хорошими условиями. Если же вы просто хотите покупать в рассрочку в любых магазинах, то проще оформить обычную кредитку с длинным беспроцентным периодом. А если хотите побольше узнать о финансах, то скорее наводите камеру телефона на этот QR-код, читайте и просвещайтесь. И уже не в первый раз ключевой совет для работы с банками. Очень внимательно читайте договор и никуда не торопитесь. А то потом поторапливать начнут вас.